Ребята-пятиклассники, продолжаем разбирать с вами ВПР. Вот следующее задание, номер 5 с сайта ВПР. Вот такой вот примерчик вам надо решить. Давайте посмотрим, как действовать. Смотрите, здесь везде обыкновенные дроби. У них есть определенные правила. А я буду рассказывать все простым языком. Давайте сначала действие определим, какое первое, а какое второе. Пускай плюс будет первое, а вот минус будет второе. Выпишем первое действие с вами. Ребята, смотрите, я вам предлагаю вот это вот число перевести из смешанной дроби в неправильную. Я вам сейчас покажу, как это делается. 4 мы умножим на 8 и прибавим 3. 8 и 4 – 32, плюс 3 будет 35. Первую дробь переписываем, 2 третьих. Плюс то, что мы только что сделали. У нас получилось 35 наверху, а 8 внизу. Это все для того, чтобы нам спокойно найти общий знаменатель и не запутаться. Если видите смешанную дробь, переводите ее. Низ на большое число и плюс вверх. Все. Давайте искать общее между 3 и 8. Общий знаменатель – это такое число, которое должно поделиться и на 3, и на 8. А я предлагаю между собой перемножить. Так можно. 3х8 – 24. Здесь напишем, на что надо умножить 3, чтобы получилось 24, на 8. А на что надо умножить 8, чтобы получилось 24, на 3. Итак, перемножаем числители дважды 8. 16 плюс 35 на 3. Ребята, кому сложно, делаем на листочке. Мне не очень сложно, это 105. Теперь надо сложить 16 и 105. Все делаем на листочке, кому трудно. А я утверждаю, что получится 121. 121. 24. Давайте не будем ее никак преобразовывать, а оставим как есть, потому что у нас еще второе действие. А то мы сейчас перекинем ее в смешанное число, а потом опять обратно, как здесь, перекидывать. Зачем нам это? Давайте прям так сделаем. Да, ребят, приятно будет мне, если вы подпишетесь на канал. Очень поможет это развитию моего канала. Итак, делаем. Мы должны из первого действия... 121, деленное на 24. Минус 1, деленное на 24. Ребят, здесь мы можем действовать смело с минусом, потому что у нас знаменатели одинаковые. Видите, одинаковые. Ничего искать не надо. Просто вычитаем из 121, 1. Получается 120. 120, 24. Ребят, здесь не торопитесь. Нам с вами сейчас надо кое-что сделать. Видите, какая большая некрасивая 120-ка и 24-ка. Можно подсократить. Сократить – это разделить и вверх, и вниз на одно и то же число. Так как 0 и 4 четные, то я предлагаю делить на 2. 120 на 2 – 60. 24 пополам. Кому сложно, на столбик делаем на листочке. 12. 60. 12. Смотрите, опять четные получились. Давайте дальше поделим. 60 делим на 2 – будет 30. А 12 делим на 2 – будет 6. Смотрите, какая хитрость сейчас будет. Получилось 30 шестых. А вот теперь вам сразу видно, что это табличка умножения. 30 разделить на 6 – сколько будет? Ну, умнички! Конечно, 5. Видите, как просто. Ребят, с вами была Елена Владимировна. Трудные темы присылайте мне. Все расскажу, все видео выложу. Удачи вам на экзаменах и контрольных, ребята. Ни пуха, ни пера. Ребят, с вами была Елена Владимировна.